Дороги от листвы И чистая территория с вечера утром опять нуждается в уборке В европейских странах нашли сразу несколько гениальных способов решения вопроса уборки территории в осенний период В Британии опавшую листву монетизировали Предприимчивые борцы за экологию из Бирмингема Питер Моррисон и Шерон Уорминг Основали компанию BioFails International, где превращают сброшенную кронами листву в поленье для розжига LeFlock По всей стране веса, падающий за одну осень, листья в порядка миллиона тонн Собрать их все, разумеется, нереально Но даже небольшая толика от этого бесплатного источника – довольно прибыльный бизнес В Низерландах листья собирают специальная техника, рассказала нам одесситка Елена, проживающая последние годы в Роттердаме В стране весь биомусор собирается отдельно, в том числе и листья, в ноябре начинают В зависимости от деревьев могут убирать пару раз или двадцать, так как одни деревья быстро опадают, а другие медленно А велодорожки засыпанными быть не должны Также у каждого жителя есть свой собственный уличный бак для биомусора Если деревья возле твоего дома, ты листья сам убираешь в этот бак У нас вывозят этот мусор раз в две недели К тому же есть компактные баки, они стоят в садах у людей, туда тоже можно складывать листья Муниципалитеты в городах собранные листья утилизируют двумя способами – делают биогаз или компост А вот так выглядят сейчас осенние улицы Нью-Йорка Об уборке большого яблока нам рассказала Юлия Пасхаль, которая переехала туда из Одессы В ноябре и декабре, по конкретным субботам, спецмашины ездят и собирают листья с участков Придомовые территории люди убирают сами и складируют в открытые контейнеры или бумажные пакеты Их забирают коммунальщики и отправляют на переработку на удобрения для почвы У нас же территорию по-прежнему убирают по старинке – с помощью метлы и грабель Вопрос дальнейшей утилизации сухих листьев в Украине долгое время решался радикально Их попросту сжигали и едкий дым разносился по округе, отравляя воздух Когда в такой костер попадал пластик или полиэтилен, образовывается более 70 различных опасных веществ Горящая резина добавляла еще и канцерогенную сажу, вызывающую респираторные заболевания Сейчас утилизация листьев огнем вне закона, поэтому их пока просто выбрасывают При этом с территории зеленой зоны в Одессе листву пока не убирают Такая практика существует и во многих европейских странах Кстати, большинство экологов все чаще сходятся во мнении, что невмешательство в естественные природные процессы – лучший способ сохранения здоровой экосистемы парков и скверов Я думаю, что нужно опыт европейский использовать, можно что-то придумать, естественно, не сжигать, не портить экологию Мне вот нравится, когда идешь, вот листья лежат, когда украшают вообще идешь, компост или как-то перерабатывать, но только не сжигать Кстати, у нас на даче сделали яму, выложили ее кирпичом в стенки, а дно осталось вот таким, как земля, грунт И вот мы все сбрасываем в зелень, цветы, овощи и все И вы знаете, во что это превращается? В черный, такой жирный грунт, землю И вот таким же образом можно это все организовать Большинство опрошенных нами одесситов сошлись во мнении, что в нашем городе стоит внедрить опыт европейских стран по утилизации листьев Тем более, что в Одессе уже есть предприятие по производству биобрикетов для розжига из подсолнечника Возможно, стоит и листья использовать с пользой для экологии и бизнеса Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Вадим Танкушин, 7 канал